Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я не понимаю современный юмор и вообще. Ну вот, что и вообще, не совсем понятно. Я многое не понимаю в современном юморе и за это мне выговаривают. Здесь важно понимать следующее. Одно дело, если вы не понимаете, как вы говорите, юмор. У вас просто есть, ну, как бы, различия в восприятии, контексте. И другое дело, если вы реагируете как-то негативно на то, что вам выговаривают. Но это не одно и то же, а разные вещи и, соответственно, нужно на это обращать своё внимание. То есть, если вы, например, чувствуете вину, злость или что-то ещё. Например, сейчас я вижу короткое видео, мне вообще зачастую непонятен смысл. Ну, у вас здесь, возможно, как, опять же, есть разница в восприятии контекста, чем и является юмор. И здесь нужно смотреть, а что вам интересно, что вам смешно. Вот, это первое. А второе, это то, что вы в целом, в целом, может быть, склонны к контролю. То есть, человек, который склонен к контролю, он смеётся гораздо реже, потому что смех – это то, что контроль отпускает. Поэтому, если вы склонны всё контролировать, если вы склонны к тому, чтобы быть серьёзным, а вы говорите, что, например, человек страдает, например, деткостью, вот, что в этом ничего плохого нет, ничего плохого нет, в том, что кто-то страдает деткостью, вот, абсолютно. Но вас это, по-видимому, довольно раздражает, довольно сильно. Довольно сильно вас это, ну, напрягает, напрягает. И если это так, то нужно, вот, в данном случае, в данном случае на это обратить внимание. Дальше. Или, например, один мужчина снимает тик-токи, я щипаю тик-токи детским лепетом, а другие люди сходят с ума и говорят, что этот мужчина суперталантливый. Ну, что, разное, опять же, восприятие. То есть, как бы, мне кажется, что здесь вам нужно смотреть на то, что вам интересно, и что, у вас вызывает, ну, непосредственно восхищение, да, что у вас вызывает непосредственно радость, что у вас вызывает непосредственно какой-то отклик. Вот это, мне кажется, а не пытаться в этом смысле подстроиться под других людей, как это вы делаете сейчас. Понимаете, да? Дальше. Мне не смешно, даже не вызывает улыбка, а только мысль, что он страдает нашей как бы деткостью. Ну, а всего-то плохого, и всего-то плохого. То есть вы как будто бы обесцениваете это. Если это так, то нужно обратить внимание на то, что вы себе подавляете. Вот недавно пришло в группу видео, за рулем сидит парень, говорит, ну что, погнали, Е97. Кому рядом сидит пацан, его немного заносят, он что-то лопочит, держит, а я понять не могу, где ржать, что со мной не так. Вы хотите не выделяться или что? Каким образом вы приходите к мысли, что отсутствие вот смеха, да? Означает, что с вами что-то не так. То есть как это у вас связано? Вот. Если мне что-то не смешно, это не значит, что со мной что-то не так. Это значит просто, что у меня другие предпочтения, другие приоритеты и все. Вот. То есть в этом, в этом смысле вы как будто бы склонны больше к тому, чтобы себя оберценивать. Понимаете? Вот. И если это так, то с этим нужно работать отдельно. Потому что это, ну, по сути, сдерживающие, угнетающие факторы. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на с собой работу. Ну что, желаю вам всего самого доброго.